На сегодняшний день в Забайкальском крае одной из острых социальных проблем является нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях. Возврат зданий детских садов, ранее переданных под нужды других организаций, является одним из способов решения наболевшего вопроса. Таких детских садов у нас переданных, неиспользуемых по назначению, было 41 в 90-е годы прошлого столетия. Неоднократно местные власти города Хилка, например, поселка Чернышевская обращались по поводу мест бывших детских садов, которые занимаются федеральными структурами, например, прокуратура, ОФСН, ну и рядом других может находиться, по поводу того, чтобы они их вернули. Но, к сожалению, эти обращения на сегодняшний день не нашли никакого отклика. Я считаю, что они не правы. Почему? Потому что задача все-таки возвращения детских садов поставлена не правительством, в том числе Забайкальского края, а правительством Российской Федерации. И нужно было выполнять еще в положенные сроки. Сейчас из 41 здания удалось вернуть только 6 детских садов. В трех из них ведется работа по реконструкции. В поселке Ленево озеро Хилокского района, по улице Малая 9 города Читы, а также в 4-м микрорайоне поселка КСК. На ввод в эксплуатацию детского сада по улице Малая 9 бюджетом города предусмотрены денежные средства в размере порядка 84 млн. рублей. А на сайте госзакупок размещена информация об объявленном конкурсе по реконструкции данного здания, где указана другая, меньшая сумма контракта. 83 млн. 900 тысяч – это сумма с учетом затрат заказчика. Это разработка проектно-сметной документации, тех присоединения этого объекта, прочие затраты заказчика, технадзор, авторский надзор, получение различных заключений, справок, исследований и так далее, что необходимо для того, чтобы этот объект сдать в эксплуатацию. Таким образом, 63 млн. 900 тысяч рублей, указанные на сайте – это стоимость только строительно-монтажных работ. Победителем аукциона, который состоялся 18 июня, стала организация «Стройкапитал». Контракт заключается будет, согласно аукционной документации, до 30 сентября, однако задачу будем ставить такую подрядчику до 1 сентября этот объект ввести. Сейчас территория бывшего детского сада завалена мусором и высохшими ветками деревьев. Забор покосился, а местами его и вовсе нет. Само здание уже несколько лет законсервировано. Подрядчик должен будет восстановить все необходимые коммуникации и благоустроить дворовую территорию в достаточно сжатые сроки. И, возможно, уже в начале осени 150 семей наконец дождутся своего счастья и приведут ребятишек в новый старый детский сад.